Приветствую вас. Знаете, когда-то, когда-то, маленькая девочка столкнулась с такой ситуацией. Так. Ситуация была такова, что на неё накричали. Накричали на неё. Неожиданно, она не ожидала этого, того, что на неё накричали. Вот. Она не ждала никак того, что на неё могут накричать. И самое главное, что она, девочка это знала, она знала, что лучше молчать. Понимаете? То есть она была уверена в том, что никому не будет лучше вообще, вот, никому не будет лучше, если она будет там что-то говорить. Ну, например, да. То есть она знала, она знала, что когда кричат, да, лучше молчат. И она молчала. И действительно была выгода от этого. Действительно была польза от того, что она молчала. И она привыкла. Каждый раз, когда возникает такая история, то есть, когда начинается крик, она привыкла молчать. Вот. Модель поведения закрепилась. Выгода, значит, налицо. И всё, вот, пожалуйста. Поведенческая модель, которая идёт у вас с детства, с детства. Вот. Вы как боялись наказания тогда, ну, что вас накажут, что вас там, я не знаю, обидят, что вас как-то, значит, ну, будут, может быть, подавлять, да. Вот. Так вы боитесь и сейчас. В этом плане ничего не изменилось абсолютно совершенно. То есть вы не чувствуете себя сейчас, вот на данный момент, да, вы себя не чувствуете сильной, не чувствуете взрослой. Вот. Потому что до конца не пережиты вот те самые переживания, которые были у вас. Ну, вот, когда на вас кричат, я так полагаю. Соответственно, нужно сделать, что вначале нужно раскрыть, что было в детстве, как было в детстве, почему было в детстве. Там поменять вашу модель поведения. То есть раскрыть, раскрыть себя. А, так можно и по-другому было, оказывается. Вот. А какие чувства я в себе зажимаю? Ведь вы же понимаете, наверное, что то, что происходит, да, вот с вами, например, это же не, ну, не единичный случай. То есть вы их себе так подавляете, вы себя подавляете, получается, периодически, периодически. То есть не только в этом моменте. Вот. Вот. Ну, на смесь, а как я себя подавляю ещё? Какие чувства ещё я себе подавляю? Вот. Зачем я это делал? Какая у меня выгода? А, значит, значит, обедала. Вот. И вот, вот, соответственно, вот работает, 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 работает в этом направлении. Я бы рекомендовал вам, знаете, вот сейчас, да, вот, то, что можно сделать, это, вот, свои чувства вспомнить, да, то есть вот. Вот вы, когда хотели, допустим, ну, грубо говоря, молчать, да, вот, когда вы не видели для себя никакой реакции больше, кроме как молчать, вот, а что вы чувствовали при этом? Какое, какие были чувства у вас? Когда вы их испытывали? Ещё. Ну, то есть, когда вы чувствовали ещё подобное? Вот, надо найти, надо найти первичное переживание. Первичное переживание будет найдено, и всё, можно сказать, что уже можно будет работать. Потому что вы найдёте источник, вот. А там дальше уже, вне зависимости от того, как вы к этому относились. к тому, что, ну, к тому, что между вами и, например, тем, кто на вас кричал, да, происходило. Вот. Можно ли это поменять, поменять то, что сейчас с вами? Да, можно. Можно по-другому себя вести, да, и конечно. Конечно, можно, и даже нужно, я бы сказал. Вот. Но для этого ещё раз повторю, вот этот вот поведенческий паттерн, да, который у вас есть, нуждается в этой корректировке. Потому что это, ну, формально, да, формально, это, ну, я бы сказал так, что это приспособленческое поведение. То есть, вы приспособились, была опасность, вам было сложно, было тяжело, вы приспособились, нашли выход молчать. Нет. То есть, хорошо ли это, плохо, сейчас я говорить об этом не буду. Вот. Ну, не имеет смысла, да? Но на взаимодействие с мужчинами это влияет. Хорошо. Детское ли это состояние? Да, да, детское состояние, детское, вы в принципе правильно расшифровали. Здесь правильно детское состояние. Его реально переводить в адресовое состояние, а это работа с психологом, так или иначе. Понимаете? Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, грубо говоря, у вас есть комплекс. Вот одно из определений комплекса, которое мне нравится очень, это цепная реакция человека на определенные события в его жизни. То есть, что-то запускает некую модель чувств. Оп. И всё. Понимаете? Какая история. Поменять это всё можно. Можно. И даже нужно. Я думал, что это, ну, вообще-то, говорят, необходимо. Там ещё. Как иначе отношения-то строить? Ну, ну, с людьми. Как? Иначе. То есть, невозможно будет, правильно? Но вопрос в том заключается, насколько вы готовы к этому. Вот у вас беспредел в мозгах, как вы называете его. Вот. Ну, я это расцениваю, как то, что вы не привыкли быть слабым. Например. Вот так я это расцениваю. То есть, вам страшно, что вы чего-то не понимаете. Может быть, кстати, связано это ещё и с тем, что вы себе не позволяете, собственно, чувствовать это. Вы себя ведёте рафинированно. Очень. Какая-то ситуация происходит, вас это выводит сразу из себя. Вот. И всё было бы нормально, на самом деле. Всё было бы хорошо, если бы не подавление своих чувств. Понятно? Выгода ещё. Обратите внимание на выгоду. Какая выгода? У того, как вы себя ведёте. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Вы, кстати говоря, совершенно правы в том, что минуете мужчину спрогнаемость. Вот. Но реакция ваша, то есть, даже не реакция ваша, а оценка его реакции, на мой взгляд, оставляет у вас лучше. Потому что, если бы вы чуточку более были проницательны, например, вот, ну, чуточку, чуточку, чуточку более были проницательны. То я думаю, что, в таком случае, вот, вы, собственно, могли бы, ну, предсказать, то есть, могли бы, как бы, ну, предугадать поведение мужчинам. Не предугадали. Вот. А это значит, что либо не обращали на него внимания, либо были зациклены, зациклены на себе. Вот. Вот так. Так вот, что-то я могу вам сказать. Если у вас, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока.